сезон оздоровление печени открыт профилактический сезон 25 января начался новый год по восточному календарю от него мы отчитываем 72 дня это как раз будет сезон активности печени он продлится по 5 апреля включительно вот в течение всего этого времени можно и нужно оздоравливать собственную печень варианты самые различные можно просто утречка брать там чайную ложечку растительного масла натощак и и выпивать уже это будет обеспечивать желчное отделение не более менее печень начнет очищаться регулярно то есть вот в течение там месяца делайте можно немножечко дозировочку увеличить но не более одной столовой ложки натощак а потом допустим минут через 15-20 можно уже и кушать вот такая простая процедура будет способствовать лучшему оттоку желчи через желчный пузырь через печень и естественно будет ее в какой-то мере оздоравливать скажем так в этот же период желательно не есть какую-то тяжелую пищу кстати и пост наступит мы еще и об этом поговорим как себя вести во время поста и это прекрасное время когда печень активно беретма логически и плюс вы еще процедур чеки различные делаете хорошо еще знаете в это время и можно попить и масло расторопши то есть вместо просто обычного растительного масла можно пить также чайную ложку тирея 2 чайные ложки масло расторопши можно есть ее жмых тоже будет хорошо помогать на это примерно процедура вот такая делается в течение месяца очень очень вот полезно можно использовать вот такую очистительную процедуру очищение печени и желчного пузыря отваром картофеля это по рецепту отца георгия и так 1 килограмм крупной картошки хорошо вымыть вырезать глазки и варить в мундире 6 литрах воды под крышкой как вода закипит поставить на медленный огонь и варить еще 4 часа в результате столь долгой варки картошка сильно развалится дополнительно размять ее чтобы она превратилась в очень жидкое пюре и оставить остывать на ночь перед тем как картофель размять его советуется слегка подсолить в течение ночи произойдет отслой жидкости от гуще примерно около 3 литров утром осторожно слить отстоявшуюся воду в заранее приготовленные 3 литровые банки и закрыть их полиэтиленовыми крышками для растворения желчных камней нужна эта вода а гуще пюре можно выбросить кто держит хозяйство можно отдать домашним животным картофельную воду можно хранить в холодильнике способ применения перед употреблением картофельную воду слегка подогреть принимать по две столовые ложки три раза в день за 30-40 минут до еды в течение 40 дней как раз мы попадаем в сезон активности печени если этого количества не хватит сварите еще если скиснет не пейте сделайте новый отвар по словам очевидцев картофельная вода не только дробит и выводит камни и песок из желчного пузыря но и лечит печень помогает при водянке естественный пример одна женщина перенесла операцию по удалению желчного пузыря по наивности она думала что в дальнейшем проблем с возникновением желчных камней у нее не будет но прошло всего два года после операции и опять стали возникать боли после приемов в пищу таких продуктов как хлеб с маслом печенье пирожные шоколадные конфеты врачи на ее жалобы с болями в печени объяснили что камни могут образовываться в желчных протоках печени она решила применить указанный метод очищения печени с помощью картофельной воды выполнила все указания и говорит будто заново родилась так хорошо стала себя чувствовать так и и и и и и